Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад вас приветствовать. Что называется, горячий выпуск. 12 числа наложили санкции на московскую биржу НКЦ. Можно констатировать, что рыночное ценообразование курса валют в валютных парах, рубль-доллар, рубль-евро, соответственно, не будет. Плюс Центральный банк ограничил еще и торговлю валютной парой через Гокровский доллар. Наверное, сейчас очень много будет информации по поводу того, что нужно или не нужно делать. Я бы хотел пойти немного дальше. То, чем я отличаюсь, все-таки попробовать предугадать, посмотреть на последствия второго порядка, каким образом они будут развиваться и в конечном счете, какую выгоду можно от этого получить. Стандартная первая реакция в большинстве своем – это пойти по любому курсу, купить валюту в банках. Давайте немного про это и в заключение, соответственно, немного информации, что же можно сделать. Может, не прямая покупка валют, а получить какие-то бенефиты с этого. Какие акции от этого могут выиграть и почему. Можно просто опять повторить слова Черномырдина и Виктора Степановича. Никогда такого не было и вот опять. За последние, наверное, лет пять вот эта фраза в моем окружении звучала достаточно часто. У нас был и ковид, когда весь мир закрывали. Была спецоперация, у нас была мобилизация, рынки реагируют бурно. Такие моменты носят очень и очень сильно разрушительный характер для капитала, потому что начинают увеличиваться спреды, потому что в период вот этого страха вы должны понимать, что когда страшно вам, страшно всем. В этот момент большое количество иррациональных действий, которые сложно просчитать, сложно защитить, потому что, ну, если вы просчитываете риск, вы тогда понимаете, сколько вам стоит стоимость страховки. И в этот период, так как риск просчитать становится сложно, стоимость страховки вырастает очень сильно. И вы должны понимать одну простую вещь, что ни один контрагент, ни один профессиональный участник на финансовом рынке не будет на себя брать эти риски. Все риски в конечном счете отдадут инвестору. И инвесторы все эти риски соберут. Те, кто с плечами торгует, те, кто просадку выкупает с плечами, в надежде заработать очень много. И в конечном счете здесь происходят очень значительные потери. При этом у меня есть проект, который я создал для своих детей, миллион долларов за 8 долларов в день. И как раз-таки вот этих никогда такого не было. И вот опять уже было за последние 5 лет, я говорю, как минимум 3-4 раза. При этом портфель по-прежнему показывает среднегодовую доходность на уровне 17%, при всей турбулентности, которая происходила. Проект достаточно стабилен, который позволяет заработать в долгосрочном периоде достаточный капитал, чтобы дать лучшее образование детям. Другие люди используют его для сформирования собственного пенсионного капитала. О том, каким образом это работает и как можно присоединиться, я рассказываю в мастер-классе. Ссылка на него в описании к данному видео. Проходите, смотрите. В следующем месяце у нас планируется достаточно большая закупка. На сумму более 100 тысяч рублей я буду выбирать для своих детей, какие акции нужно включить в долгосрочный инвестиционный портфель. Вы, соответственно, можете это получить. Что фактически произошло в двух словах. Ключевой контрагент, который осуществляет расчеты с валютой, это НКЦ, Национальный криминговый центр. Он подпал под санкции Соединенных Штатов Америки. И по сути невозможно отгрузить валюту, когда вы покупаете на валютной бирже, на МВБ валюту, то ее купить практически невозможно. То есть деньги-то ваши спишут, вопросов нет, но встречная поставка долларов не осуществится. Рыночный курс, чем он был интересен, чем он был привлекателен? Наличие простого брокерского счета и доступ на московскую межбанковскую валютную биржу, на МВБ к валютным торгам мог получить абсолютно любой человек. Физическое лицо, юридическое лицо. И, соответственно, это был рынок, на котором было большое число покупателей и продавцов. Кому-то доллары нужны с целью проведения расчетов прямых, кому-то доллары нужны с целью спекуляции, да, то есть зарабатывать на разнице цены. И там вот они все сконцентрированы, все они присутствуют, что предоставляет большой объем ликвидности, что приводит к большому объему торгов. И первое, кто от этого зарабатывал, от этого зарабатывала ММВБ, потому что она брала комиссию за валютные операции, и сейчас у ММВБ выпадает значительная часть доходов, которые она получала за счет торговли ключевыми валютными парами, долларом и евро, гонконгским долларом. Сейчас этой прибыли не будет. Центральный банк уже заявил о том, что ничего страшного нет, этот сценарий был понятен. Каким образом будет происходить ценообразование со стороны Центрального банка и восстановление курса, тоже, в принципе, было понимание. Сейчас у нас будут внебиржевые торги. Будут банки торговать между собой. У банков есть клиенты, есть клиенты-экспортеры, которые продают российские товары за валюту и получают валютную выручку, с этой валютной выручкой что-то нужно делать. Второе, соответственно, есть импортеры, которые покупают за рубли, которые они получают от продажи импортных товаров внутри России. Им нужно закупать товары в валюте, им нужна валюта. То есть называется торговый баланс. Курс доллара будет определяться небиржевыми адресными сделками. Что изменится? Это изменится цена между покупкой и продажей валют. То есть это называется спред. Цена, по которой покупают, и цена, по которой продают. Мы пишемся, соответственно, 13-го числа. Время 13.30. При рыночном курсе 88,5 рублей. Банки продают по 95, покупают по 85. То есть 10 рублей спред. Это говорит о том, что если сейчас на ажиотаже побежать в обменный пункт, вы должны понимать, что банк вам продаст по 95. Если вы захотите сделать сделку в обратную сторону, продать валюту, купят по 85. И на этом будут зарабатывать исключительно банки. То есть банки будут зарабатывать на вот этом ажиотажном спросе. Людей бессмысленно остановить. Мало кто подписан на канал MaxCapital, где вы разумительно объясняете, что ничего вы от этого не выгодите. Если покупать валюту, то это исключительно потеря. Или если вы покупаете, вы знаете, что вы в дальнейшем ее непосредственно потратите. Вопрос угрозы, когда было образование валютного курса, было два источника ценообразования. Первое, это международные спекулянты, которые могли привлечь доллары где-нибудь на стороне, в Европе, в Америке, привезти эти доллары в Россию. В России на валютном рынке продать доллары, купить рубли и вкладывать в российские рублевые активы, облигации, акции. То есть поток валюты шел юридическими лицами, которые сейчас мы идентифицируем как недружественные резиденты, им и так доступ ограничен. И это влияет на курс вообще никак не будет. На курс, который в принципе определялся торговым балансом, сколько продают экспортеры валютной выручки, сколько покупают импортеры валюты для того, чтобы закупить импортные товары. В принципе, все так и остается. Те доллары, которые были на валютной секции, которые заблокированы, если у кого-то такое есть. Я бы здесь не переживал, скорее всего будут проходить вне биржевые торги. В настоящий момент, вот именно сейчас, да, я сам, ну, то есть у меня долларов не было, но и доллары, которые были у клиента. Делали это достаточно просто, да, то есть валюта, которая покупалась, выводится на дружественный банк. И в рамках дружественного банка, соответственно, происходит продажа. Полчаса назад, да, при мне была совершена сделка на 56 тысяч долларов. На бирже, да, было куплено по 89-10. В результате такой операции 56 тысяч долларов были выведены в банк. В банке по курсу 84-70 была продажа. Получается, на объем в 5 миллионов рублей потеряли там порядка 250 тысяч рублей. Пока это можно делать, можно делать такими схемами. Ну, плата. Обратно вернули и куда вложили, вложили в альтернативные инструменты, для того, чтобы по-прежнему задача защиты валютного курса выполнялась. Какие можно использовать в этом случае инструменты? Первый, замещающие облигации. Да, большой вопрос по поводу того, какая будет цена образования, потому что спреды будут высокие. Но будут, скорее всего, для расчетов, в расчетах применять некое среднее значение. То есть, опять-таки, если покупают по 85, продают по 95, цена для расчетов будет определяться где-то в диапазоне 90. Замещающие облигации. Отличная история. Вторая хорошая история. Это покупка золотых фондов за рубли, потому что цена привязана к цене золота на международном рынке. Все будет в конечном счете упираться, по какому курсу будут рассчитываться. Но если мы хотим иметь прокси, это гораздо более интересно, нежели чем попытка обогатить банк. Это если хотим сохранить валютную экспозицию, то есть, чтобы у нас были валютные инструменты, что можно здесь посмотреть. Можно посмотреть на акции компаний-экспортеров, которые выигрывают от ослабления национальной валюты. На что лично я смотрю еще? В свете текущего объема снижения торгов валютой на ММВБ, я не исключаю, что акции Московской биржи будут находиться под давлением. В принципе, обратить внимание на Московскую биржу. Здесь последствия второго порядка. С одной стороны, сейчас очень многие будут закладывать ожидания, что уменьшится объем торгов. Но объем торгов на ММВБ, валютной парой рубль-доллар, он и так, в принципе, постепенно снижался. Но сейчас вот это вот все переоценят и скажут, вот ММВБ потеряет значительную долю комиссионного дохода, что не будут проходить валютные операции. С другой стороны, я вам предлагаю на долгосрочную перспективу задуматься вот о каких вещах. Объем банковских депозитов физических лиц сейчас составляет порядка 50 триллионов рублей, которые лежат в среднем под ставку 15%. Ну, от 12 до 15%. Если мы посмотрим на горизонт хотя бы в 12-18 месяцев, нужно понимать, что в 50 триллионах дополнительно процентного дохода, который выплатят банки, составит порядка 7-8 триллионов. За два года порядка 15-20 триллионов. Опять же, все зависит от того, что будет происходить с процентной ставкой. То есть порядка только 15-20 триллионов в следующие два года, это объем процентного дохода, который получат физические лица по банковским вкладам. Доля физических лиц резидентов России, сколько им принадлежит акций, торгующихся на московской бирже, это всего лишь 9 триллионов, не считая облигаций. Соответственно, эта денежная масса, она в любом случае, да, она может быть частично пойдет на рынок недвижимости, все зависит от ставок кредитования, но через полтора-два года будет значительный бум притока средств физических лиц в фонды облигаций, фонды акций. И это будет настолько высокий объем торгов, настолько большой объем физических лиц, которые будут размещать деньги на рынке, что он не перекроет в объеме торгов те валютные пары, которые были ММВБ. Это нужно использовать. Соответственно, на перспективу 12-24 месяцев у ММВБ, в принципе, могут увеличиться объемы торгов облигациями, объемы торгов акциями, доходы в любом случае восстановятся. Поэтому хороший момент для того, чтобы непосредственно войти в акции Московской биржи, потому что сейчас на вот этом негативе они подвергнутся распродаже. Но опять же, мы не забываем одну простую вещь. Уровень финансовой грамотности людей не очень высокий, и когда становится что-то страшное, люди заходят на сайт и видят цена валюты, сколько она стоит в обменниках, конечно же, у нас ажиотаж, выстраиваются очереди, все начинают покупать. У вас должно быть понимание, что спред в 10% между покупкой и продажей валютной пары это очень и очень много. Ну, это просто колоссальные спреды, да? То есть спекулировать сейчас валюты практически не получится. Спекулятивная составляющая дохода, она перетечет в руки банков. И если взять там самые технологичные, самые популярные, самые большие по числу активной клиентской базы банки, то же самое Тинькофф, то же самое Сбербанк, нужно понимать, что по итогам второго квартала значительная часть прибыли будет сгенерирована в том числе за счет вот этого большого ажиотажа, что мы, в принципе, наблюдали в 22-м году. Когда банки расширили спреды, то комиссионный доход, связанный с валютными операциями банков, значительно вырос. Отразился непосредственно на доходности банковских организаций. Поэтому можно посмотреть эти акции, опять же, их можно посмотреть сейчас на коррекции. Это не значит, что их нужно адски покупать. Это не значит, что прям брать плечо и с плечами заходить в покупку акций банков. Просто сейчас можно их на долгосрочную перспективу инвесторам включать в свой инвестиционный портфель. Опять же, это межбанковский рынок и в любом случае это, по сути, монополия будет. Только банки будут, по сути, определять валютный курс на внебиржевых торгах и здесь они в любом случае комиссию повысят, просто потому что альтернатив нет. Если говорить о том, какими бенефитами это может обрасти, можно покупать. И посмотреть, что в этом случае для вас является лучше. Купить с адским спредом доллар, который не создаст вам никакую прибавочную стоимость или купить акции компаний, которые на вот этом ажиотаже получат дополнительную прибыль. Цена на нефть треска упадет, денег стоит за щепка снимал. Валюты станет мало. Что будет с курсом доллара? Если у нас получается ситуация такая, что цена на нефть падает, экспортные выручки становятся меньше, все начинаем в рублях непосредственно принимать, а спрос на валюту непосредственно будет, то опять же, первое, нужно иметь прокси на доллар. Ну, то есть, сейчас, тогда нужно быть готовым, что да, ты покупаешь по 95, а курс вырастает, не знаю, там, до 100. Соответственно, когда курс расчетный будет 100, при таких спредах, это говорит о том, что при курсе 100 продавать будут по 105, покупать будут по 95, а ты уже купил по 95. И получается, что идея с прямой покупкой валюты сегодня, сейчас в банках по 95, с целью защититься от возможной девальвации, нужно понимать, что если девальвация условно в год будет в районе 10%, то тебе нужно где-то год-полтора ждать, чтобы хоть какую-то прибыль с этого заработать. Окей, будет курс 120, соответственно, продавать будут по 125, покупать будут по 115, тогда да, это имеет смысл. Но смысл в том, что раздвинувшиеся спреды убирают твою спекулятивную составляющую дохода. Тогда имей просто прокси, возьми те же самые замещающие облигации, возьми то же самое золото, да, то есть где у тебя есть не прямая покупка доллара, а актива, который зависим от доллара, где расчеты проходят по курсу доллара. Опять же, если у экспортеров будет меньше валютной выручки, то в этом случае что сделает государство? Государство пойдет на девальвацию валюты, и опять будет курс 105, 110, 120. Но тогда у компаний-экспортеров все равно с рублевой выручкой ничего не произойдет. Они все равно платить будут налоги, у них доходы увеличатся, и то, что ты этих экспортеров включишь в портфель, опять-таки компенсирует тебе, потому что будет дисконтирование денежных потоков. Я говорю, что валюты станут меньше, и курс вырастет. Вот как это раньше было? Я, например, каким образом это использовал? Например, я понимаю, что в среднем у меня есть там три поездки в год, в каждой из которых я трачу примерно 15 тысяч долларов. То есть я понимаю, что 45 тысяч долларов это та сумма, с которой я связан с валютным курсом. Если он будет вдруг стоить 150, мне нужно будет там на 50% надо больше рублей, соответственно, за него сделать. И тогда вариант номер один. Я прямо здесь, прямо сейчас покупаю 45 тысяч долларов. Мои валютные риски никуда не делись. Абсолютно никуда не делись. Потому что если доллар упадет, то получается, что я доллар купил дороже и потерял там условные рубли. Задача, чтобы у меня были доллары, которые я в течение года потрачу. Второй вариант. Я могу 45 контрактов на срочном рынке купить. 45 тысяч долларов. И там есть вариационная маржа, положительная и отрицательная, которая рассчитывается. А сами основные капиталы лежат там в фонде ликвидности, например, с доходностью 15-16%. Что я в этом случае получаю? Что у меня есть инструмент, который вот эту вот разницу процентно-валютную, он компенсирует. Потому что если доллар вдруг начинает расти, то в этом случае я понимаю, что вот эта разница, которую я там при курсе, например, 90 и 100, цена контракта изменится. У меня будет положительная разница. Я спокойно просто продам фьючерсный контракт, я получу деньги и за эти деньги по банковскому курсу куплю деньги на момент, когда необходим. Это называется хеджирование валютного риска за счет покупки производных ценных бумаг. Сейчас с этим сложности становятся. Потому что рыночного курса нет, а производные бумаги брались к рыночному курсу. И в этом случае я говорю, что нужно брать прокси на доллар. То есть брать такие активы, которые будут тоже расти, если в принципе курс доллара будет расти. Если я куплю золото, которое считается в долларах, и доллар вырастет, то, соответственно, валютная разница вот эта, она пересчитается по курсу. Главное, чтобы само золото не упало, естественно. Я могу купить замещающие облигации с доходностью 4-7%. Соответственно, тоже пересчитаются, и я куплю. Потому что я тогда не попадаю на спред. Нужно понять одну простую вещь сейчас. Если вы побежали в банк и купили баксы по 95, вы уже влетели. Все. То есть вы уже заплатили банку за свой страх и за свои эмоции. Вы спите спокойно, вас эти доллары будут греть. Что вы с ними делать будете, я не знаю. Вырастут они в цене, я не знаю. Но они просто у вас есть, и вы спите спокойно. Окей, за свое спокойствие вы заплатили деньги. Второе, если мы смотрим на капитал в целом, ну опять же, купите активы, которые напрямую соотносятся с ценой валюты, которая будет просто элементарно расчетной. Экспортеры, замещающие облигации, золото. Вот история, которую можно покупать. Последствия третьего порядка, это опять-таки покупать банки, покупать тех, кто на вот этом вот ажиотаже, кто на этом будет выигрывать. Операции все равно будут проводиться, комиссии с них все равно будут браться, прибыль будет генерироваться, соответственно, зарабатываются. Друзья, мне бы хотелось услышать ваши комментарии, что вы думаете по поводу того, что я сказал, потому что я все-таки стараюсь быть на канале не попугаем, который повторяет, в принципе, очевидные вещи, что произошло, как это случилось, как будет рассчитываться курс валюты, а я говорил о том, каким образом можно все-таки на этом заработать и минимизировать те риски, с которыми вы сейчас столкнетесь. Напишите комментарий, насколько вам интересно, что будете использовать из тех советов, которые я сказал. Поделитесь обязательно с родными и близкими данным видео, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Я редко, когда на канале говорю какие-то конкретные имена, что стоит покупать. Это бывает 2-3 раза в год. Сейчас, в этом, в 24-м году, был, наверное, первый раз, когда я назвал конкретный инструмент, который можно включить в портфель, это акции Московской биржи. Осенью 22-го года я называл акцию компания НЛМК, которая с момента, когда вышел сигнал, когда это было озвучено, акции выросли более чем на 100%. Посмотрим, что будет в следующие 12 месяцев. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова